МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Татарстане стали чаще гибнуть на пожарах. Мы, конечно, опасаемся, как в торговый центр. Кого чаще всего губит огонь, и как уберечь себя, Лена Зинатулина? Вторая пошла. Народ требует, чтобы было метро. В Казани начали готовить территорию для строительства второй ветки метрополитена. Об этом Анна Городнова. Прилетел конверт с сибирской язвой. Был рассыпан порошок белого цвета, без запаха. Почему в аэропорту Казани эвакуировали самолет из Австралии, узнавал Сергей Хайдаров. В Татарстане хотят создать единую систему видеослежения и диспетчерского оповещения. Это должно повысить безопасность в республике. Об этом сегодня говорили на заседании Республиканского совета безопасности. Вторая важная тема встречи – безопасность на воде. Как почитали в республике, в последние годы число утонувших в среднем превышает более сотни человек. Какие поручения дал президент, выслушал Дмитрий Аренин. Так жители Альметьевска открыли себе доступ к новым технологиям. Система видеонаблюдения и мобильного приложения позволяет отворять двери в подъезд и оповещать жильцов, что происходит во дворе. Мы можем получать сообщения от управляющих компаний, например, об отключении воды или чтобы мы убрали автомобили при уборке снега. Это город инноваций. Город инноваций. Здесь все новые системы тестируются довольно-таки удачно. Всего по Альметьевску более 5000 камер видеонаблюдения. Как почитали в тех местах, где они есть, преступность снизилась на четверть. Деляясь опытом в Казани, Альметьевский глава даже предложил ставить больше камер с системой распознавания лиц. Мы снимаем под углом, и это не дает возможности распознавать лицо. Камеру надо ставить фронтальным образом, лево в домофонную дверь. Зачем так людей ограничивать в конституционных правах? Кто-то куда-то хотел зайти, а там камера стоит. Мы же за семью крепкую. Чтоб камеры нашей семьи не разрушали. Во всей республике должны быть созданы ситуационные центры районного масштаба. Все вместе они должны стать частью единого комплекса «Безопасный город». Он объединит видеонаблюдение и диспетчерскую службу. Специалисты, увидев какое-либо ЧП, смогут сразу оповещать экстренные службы. Так в минувшем году с помощью камер в Татарстане удалось раскрыть без малого 700 преступлений. Позволяет реагирующим службам видеть, что происходит в режиме реального времени. И, соответственно, принимать правильные решения. Сейчас в республике свыше 50 тысяч камер видеонаблюдения. Рустам Мениханов поручил провести их инвентаризацию и определить оптимальное количество и расположение. Это позволит улучшить и безопасность у водоемов. Собрав всю информацию об утонувших, в МЧС чертили картину того, кто, где, когда и почему, оказавшись в воде, живым из нее не возвращается. Из этого следует, что самая типичная ситуация, которая приводит к летальному исходу, это когда жарким летним выходным мужчина в расцвете сил отправляется на необорудованное для купания место и перед этим употребляет, а вернее злоупотребляет алкоголем. Как сегодня доложили президенту, сейчас в республике более 70 пляжей и нужно еще как минимум 59. Если человек будет знать, что он сможет не только искупаться на пляже, но и перекусить, взять на прокат снаряжение спортивный инвентарь, конечно же, он будет отдыхать там. Рустам Мениханов поручил разработать набор минимальных требований к пляжам, чтобы больше мест могли получить такой статус. Нам надо готовить спасателей, волонтеров среди студентов. Не надо никакие эти моторные лодки, пластмассовые небольшие байдарки. Значит, вот купите им такую байдарку и пусть они там это охраняют. Там должен быть хозяин. Если там не будет хозяина, это загадится и все остальное. Все это повысит безопасность как в отдельных городах, так и в целом по Татарстану. Дмитрий Иринин, Марат Зайдулин, Булат Шефигулин, ТНВ. Всего полторы недели прошло с трагедией в Кемерово, как снова пожар в торговом центре. В Москве сегодня загорелся комплекс Персей для детей. Погиб один человек. В пожарах с начала года стали чаще гибнуть и в Татарстане. Совпадение или пугающая тенденция? Какие ошибки подливают масло в огонь? Лина Зинатулина. Торговый центр, да еще и детский, загорелся в Москве сегодня около часа дня. Из ТЦ эвакуировали больше сотни посетителей, но без жертв не обошлось. Один погибший. А ведь лишь полторы недели назад всю страну потрясла трагедия в Кемерово, где пожар в торговом центре унес жизни 64 человек. А это уже казанские кадры. В ночь на воскресенье тушить пришлось кафе «Старая амбар» на Амирхана. 80 посетителей вовремя покинули горящее здание, в том числе и дети. К счастью, обошлось без пострадавших. Но за примерами смертельных пожаров в республике все же не приходится далеко ходить. Буквально этой ночью погиб мужчина. Предварительная причина – поджог в частном доме. В основном пожары возникают в частном секторе. Больше ста случаев в домах, почти две сотни в банях и саунах. Летальным исходом такие пожары тоже кончаются чаще – 36 погибших против 9 в многоквартирных домах. Всего с начала года в огне погибли 46 татарстанцев, на трое больше, чем в прошлом году. При этом главные причины смертельных пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение техники безопасности при использовании электроприборов и поджоги. А вот что подольет масло в огонь, так это алкогольное опьянение или банальный сон. Когда человек спит, и в результате чего происходит погода, он не просыпается от пожара. Он под воздействием опасных факторов пожара, дыма, наоборот, засыпает крепче. И данное устройство позволяет нам проснуть человека, воздействуя его на слуховые факторы. Речь о противопожарных датчиках. За два года, которые их устанавливают по президентской программе, устройство спасли от смерти 20 человек. Спасатели призывают всех обзавестись таким помощником, который обойдется около 300 рублей. Берегут ли себя татарстанцы и боятся ли огня? Есть ли у вас дома, скажем, датчики, огнетушители? Дома нет, ничего нет. У меня дома стоит обязательно пожарная сигнализация, огнетушители, все, чтобы было в порядке. На самом деле страшновато становится уже. Мы ничего не боимся, ни пожаров, ничего. Конечно, опасаемся, как в торговый центр всегда. Вот я, например, мы только зашли, я сразу посмотрела, где ходы, где выходы. Пока в торговых центрах плановые проверки прокуратуры о том, как снизить риски, думают и в МЧС. Департамент надзора деятельности МЧС России вносится в ряд изменений законодательные акты, которые могут позволить нам проводить данные проверки, независимо от степени риска данного, является ли объект малым и средним бизнесом. Такой документ на стадии проектирования, и, к слову, ТЦ по нему получит статус объектов высокого риска. Лина Зинатольевна, Мороза, Дулин, ТНВ, Казань. В метро и пригородный вокзал пронесли муляж и взрывчатки. В преддверии чемпионата мира по футболу спецслужбы проверяют безопасность на стратегических объектах. С проверками они посетили Нижний Новгород, Самару, Саранск и Казань. Все эти города летом будут принимать в футбольный мундиаль. Что касается Татарстана, то здесь эксперты по безопасности проверили 28 объектов. Не обошлось без нарушений, завели 42 административных дела. А штраф выписали почти на 2 миллиона рублей. В целом же Татарстан один из самых подготовленных регионов России. По аэропорту тени и сомнений нет, что будет все хорошо. Лучший один из аэропортов. По железнодорожному транспорту тени и сомнений тоже нет. Там небольшие остались доводки, мы их доведем. Готов. По автодору есть проблемы, поэтому мы сегодня будем с Ленаром Геннадьевичем эти вопросы думать. Думку гадать, как говорят, да. Но выхода у нас нет. В самолете, прилетевшем из Австралии в Казань, обнаружили порошок, похожий на сибирскую язву. Все пассажиры были немедленно эвакуированы, заражены, изолированы. По такой легенде сегодня совместные учения проводили татарстанские пограничники, сотрудники ФСБ и медики. Как главный аэропорт Казани будет обеспечивать безопасность гостей чемпионата мира, узнавал Сергей Хайдаров. В средней части самолета был рассыпан порошок белого цвета. По легенде, некто прибыл из Австралии, и его цель сорвать чемпионат. Для этого тайком пронес на борт сибирскую язву. Вещество при вскрытии упаковки быстро распространяется по салону. Пассажиры почувствовали ухудшение самочувствия. Вот в связи с этим были отработаны весь алгоритм мероприятий. Весь алгоритм это целая цепочка сложных действий. На место происшествия прибывает около ста специалистов разных ведомств. Первыми к пострадавшим идут санитары, эпидемиологи. Их задача быстро определить, кто успел заразиться и ликвидировать очаг заражения. Они будут рассчитывать набор проб порошка неизвестного происхождения. Следом за дело берутся саперы. Без лишних слов вместе со служебными собаками они изучают салон, проверяют нет ли бомбы. Если все чисто, нужно быстро эвакуировать людей. Этот самолет вмещает в себя больше ста пассажиров. И чтобы все эти люди без паники и единовременно покинули свои места, требуется достаточно большое количество времени. Но сегодня удалось справиться за считанные минуты, потому что выходов работало целых два. Через задний отправляли якобы больных пассажиров, таких было 12. Ну а через передний выход добро пожаловать всем здоровым. Уже на земле все пассажиры принимают душ, но не обычный, а дезинфицирующий. Одни могут быть свободны, а пострадавших увозят на обследование. Учение в Казанском аэропорту обычное дело. И когда на месте происшествия работают разные службы и ведомства, важно четкое взаимодействие. Есть вопросы по взаимодействию, по отработке. Ежегодно, в общем-то, ну, отрабатываем. И я не скажу, что мы достигли на сегодняшний день совершенства, может быть, да. То есть есть еще над чем работать, но тем не менее, я считаю, что взаимодействие, взаимопонимание было полнейшим. Этот день стал показательным для главного аэропорта республики. Совсем скоро сюда будут лететь сотни тысяч людей с разных концов планеты. И к такому вызову здесь уже готовы. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Госдума в первом чтении приняла законопроект о явке в военкомат. Теперь призывники, не получившие повестку, обязаны сами приходить в комиссариат. Повестка будет отправляться заказным письмом, и она считается врученной, если документ получит не только призывник, но и совершеннолетний член его семьи. Кроме того, ее могут передать и на работе. В случае, если призывник все же не получит и не придет в военкомат, то уже со следующего призыва будет считаться уклонистом. Это новости Татарстана. Далее в выпуске. Вторая пошла. Народ требует, чтобы было метро. В Казани начали готовить территорию для строительства второй ветки метрополитена. Об этом Анна Городнова. Татарстанцы сами решили, какие дороги нужно отремонтировать. Что надо просто заделать, потому что это приводит ДТП. Какие участки дорог в этом году вошли в программу ремонта и строительства? В репортаже Лейсан Сабировой. Орден дружбы за паралимпийские награды. Сегодня в Кремле чествовали четырехкратного призера Игр в Пчонхане Марту Зайнулину. Нижнекамская лыжница, обладатель серебряной и двух бронзовых медалей на стартах в Южной Корее. Как наша спортсменка чуть не осталась ночевать в коридоре и поедет ли Марта на паралимпийские игры уже в Пекине, узнал Салават Мухаммадуллин. Нескрываемое волнение за минуты до встречи с президентом. Если тренеры, как им и подобает, сохраняют спокойствие, то Марта заметно возволнована. Это сейчас она осторожно поправляет медали, а еще пару недель назад лыжница на пути к ним уверенно покоряла трассу в Пхенчхане. Иначе пришлось бы ночевать в коридоре олимпийской деревни. Жили вместе с Анной Милениной, и она уже две гонки пошла, она такая, все, хватит, если медаль не завоишь, я тебя домой не пущу. Одну коллегу по сборной Марта не оставила. В копилке одна серебряная и две бронзовые медали. Орденом Дуслеп награждена серебряный призер в биатлоне, бронзовый призер с третьей по лыжным гонкам Зайнулина Марта Альфредовна. Сегодня заслуженные овации и награды Рустам Мениханов вручил спортсменке из Нижнекамска Орден Дружбы. Это, конечно же, ваше мастерство, несгибаемая вера в победу, селеустремленность. Ну и, конечно, вы достойно представили нашу республику. Мы реально гордимся вашим успехом. У Марты уже четыре медали Паралимпийских игр. Первую награду она завоевала на стартах в Сочи четыре года назад. Большой спорт в дзюдо она пришла еще в детстве, но в 15 лет у Марты диагностировали онкологию. Ампутация ноги, сложная операция, тяжелая реабилитация. Но спустя годы она вернулась в спорт, но уже лыжницей и начала покорять Паралимпийские вершины. Наши татарстанцы принимают участие в Паралимпийских играх с 1998 года. То есть это для нас уже шестые Паралимпийские игры, где наши спортсмены, татарстанцы заявляли о нашей республике. И они продолжают демонстрировать силу характера и волю к победе. Впереди у Марты заслуженный отдых и уже через месяц начало подготовки к чемпионату мира. В перспективе поездка в Пекин за еще пока не покорившимся золотом. Слават Мухмадуллин, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. И к другим темам. Эксперты прогнозируют, что жилье в 2018 году должно стать доступнее. Большинство банков уже пересмотрели свою кредитную политику и снизили базовые ставки по жилищным кредитам. Банк Аверс запустил ипотечную программу с льготной ставкой. Улучшить свои жилищные условия благодаря данной программе могут семьи, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022. Банк Аверс традиционно участвует во всех социальных ипотечных программах нашего государства. Совсем недавно закончилась программа, которая была направлена на приобретение объектов недвижимости, на расстройки по льготной ипотечной процентной ставке. Новая же программа направлена на молодые семьи с целью улучшения демографической ситуации в стране. Кредит можно оформить на строящееся или готовое жилье на первичном рынке, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов. Мы давно хотели переехать в квартиру с большей площадью, но все как-то не получалось, а с рождения второго ребенка это стало наиболее остро. И изучив предложения банков по республике, мы выяснили, что Аверсбанк предлагает наиболее низкую ставку. Мы подписали кредитные договоры и готовы к переезду в новую квартиру. Подробную информацию об услугах банка можно получить в офисах банка или на сайте. Лес счет любит. 35 случаев незаконной рубки и 8 незаконного вывоза леса с начала года зафиксировано в Татарстане. Перевозчики успевают срубить деревья и чаще всего подписать накладные, но их находят по федеральной базе. Уже второй год по закону нужно отчитываться в системе ЕГАИС. Рамиль Шайдулин сегодня вместе с инспекторами останавливал лесовозы в поисках нарушителей. Уже на первом весовом контроле смотрят вес, сорт и откуда спиленный лес. Ренат Мефтахов везет древесину из Зеленодольска. Это его первая остановка. Дальше еще несколько до завода в Елабуге. У нашего зеленодольского лесхоза на Кастамон 2-3 раза. Это, допустим, здесь, значит, за лесом, в районе Залесного и Мамадыш. В этом кузове порядка 40 кубометров по-видимому свежеспиленной древесины, но провезли здесь хотя бы одну березку, не отраженную в документации, инспекторы увидят ее по всероссийской базе. Есть сайт Лес ЕГАИС, то есть там регистрируется и вносит соответствующую информацию. С начала 2014-го по федеральному закону в лес ЕГАИС обязаны вносить все спиленные деревья с лета прошлого года и пиломатериалы. В Министерстве лесного хозяйства напоминают все, что вне базы, незаконно. Когда эта древесина, сделка с древесиной не занесена в систему ЕГАИС, значит, мы составляем протокол, машина арестовывается, ставится на штрафстоянку до разбирательства. В ходе рейдов лесовоз с начала года в Сатарстане выявлено 35 случаев нелегальной вырубки леса, что карается штрафом от 30 до 700 тысяч рублей, а в ряде случаев и уголовным наказанием. Возбуждено уголовное дело по шести нарушениям и направлены следственные органы. Узнав о вырубке, сообщив Министерство Минлесхоз Сатарстана, призывает не покупать ворованный лес, а узнав о незаконной рубке, сообщать по прямому номеру лесной охраны. Рамиль Шайдулин, Евгений Максимов, ТНВ, Казань. 24 миллиарда рублей лягут под каток дорожных служб. В Татарстане приступили к ремонту дорог. В этом году на реконструкцию и строительство пойдут как федеральные, так и республиканские деньги. Планируют обустроить 28 сел и 19 садоводческих обществ. Куда ведут все дороги? Лисан Сабирова. Улица Магистральная, Казань, расположенная в так называемой промзоне. На портале «Народный контроль» ее признали самой убитой дорогой города. Местами глубина ям достигала 40 сантиметров. Правда, сейчас самые опасные участки засыпали щебенкой. Смотрите, рак на горе свистнет, потому что дороги вообще людям ходить негде. Новую дорогу и вправду здесь ждали давно. Сотни большегрузов ежедневно только усугубляют ситуацию. Под полотном множество инженерных коммуникаций. Их нужно переводить, поэтому подготовка затянулась. Практически каждый пятый рубль из всех 24 миллиардов, выделенных на этот год, будет направлен на ремонт и строительство дорог в Казани. Во вторник стартовал ямочный ремонт. Будут проведены первоочередные мероприятия по улучшению дорожной ситуации на выезде из жилого комплекса Салават-Купюре. Это в первую очередь строительство разворотных петель и ремонт двух поселковых улиц, которые позволят, минуя самый загруженный участок дороги, заезжать в жилой массив Салават-Купюре. Казани в этом году, надеюсь, получат тоже решение о давно назревшей проблеме. Это строительство дороги по улице Мондаренко, от улицы Салдатска до Себгат-Хакима. Полный список ремонтируемых дорог есть на сайте мэрии Казани. Дорожников в Челнах ждут на проспекте Дружбы народов, пока десятки автомобилистов меняют колеса. В Челнах приведут в порядок 42 километра дорог. В этом году в республике построят 87 километров дорог, что решит вопрос бездорожья в 28 населенных пунктах. Дорогу проложат 19 садоводческим обществом и 27 фермам. Половина всех денег уйдет на ремонт. Завершится реконструкция трассы М7. На особом контроле колейность. До 1 июня будут отдефектованы, выявлены нарушения, которые подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств. Сейчас идет очистка дорог, ливневых канализаций и подготовка мостов, которые могут оказаться в зоне подтопления. А с 15 апреля по 14 мая вводятся ограничения движения для большегрузов. Александр Сабирова, Раймзель Гарипов, ТНВ, Казань, Набережная Челны. Дорогами, но только подземными, свяжут еще несколько районов Казани. Курс сейчас на Дубравную. В столице начали готовить территорию для строительства второй ветки метро. Тоннели начнут прокладывать от улицы Сахарова. Уже через несколько лет вторая ветка должна привести к улице Восстания. На месте самой ожидаемой стройки столицы побывала сегодня Анна Городнова. Вперед, вперед, вон нормально. Разрешение на строительство получено. Казмитростроевцы взялись за работу. Начинают огораживать территорию. Стартовым участком второй линии метро будет станция Сахарова. Она пройдет вдоль проспекта Камалеева перед поворотом в сторону Казанского ипподрома. Обозначаем территорию, где это все будет завозиться, где будет машина монтироваться, где сама станция. Когда территорию огородят по периметру, здесь установят строительный городок и начнут забивать балки для котлова. Но он будет прямо подо мной. 24 метра в ширину и 14 в глубину. Хорошо. Ревкат Низамов в строительстве 40 лет. И для него это 12-я по счету станция в Казани. Если все пойдет по плану, тоннели-проходческие машины начнут прокладывать путь уже к лету. По продленности там 100 с лишним метров будет под станцию. Сама платформа только 102 метра идет. А в общей сложности где-то около 180 метров. Вторая ветка метро на 3 километра длиннее 1-й приведет к улице Восстания. Первый этап это 4 станции. Сахарова, 10-й микрорайон, Ломжинская и Фучика. С их открытием пассажиропоток увеличится в разы. Большой поток людей ездит. Это было разгрузило очень. Я живу на квартале. То есть, когда на трамвае получается, когда трамвай не ходит, приходится на автобусе. На проспекте есть метро, здесь нет метро. То есть, это минус большой. Чтобы людям было хорошо, пусть делают. Жители столицы в ожидании открытия станции Дубравная настанет конечной станцией первой линии Казанского метрополитена, а также пересадочной на вторую ветку. Сейчас здесь идет монтаж электрооборудования, отделочные и пусконаладочные работы. В мае, как только осядет грунт, начнут благоустраивать территорию. Точной даты открытия пока не называют. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. К другим темам. Дом Шамиля не узнать. В музее Тукая завершается долгожданная реконструкция. Ремонтно-восстановительные работы длились год. Одной из первых здесь побывала Алина Бережна и узнала, какие новые экспонаты пополнит фонд. Эти вот откосы, которые на окнах были, они были практически утрачены, и поэтому мы их восстанавливали заново. От откосов на окнах до цвета стен. По крупицам реставраторы восстановили культурное наследие Татарстана. Дом Шамиля – жемчужина с артатарской слободы. От купеческого особняка до коммуналки. За столетия дом сменил трех хозяев. Теперь здание – литературный музей Габрилы Тукая. Очень мало что сохранилось из интерьеров. Все, что мы смогли найти, какие-то небольшие детали, детали, все это было Бережна сохранено, восстановлено. Архивные документы, фотографии и даже обследование фундамента. Всего один год в музей вернулся интерьер дома генерала Шамиля. Здесь восстановлены витражи на окнах, светильники, лепнины и даже цвет стен. Реставрация – это не художественная фантазия. Это должно быть подтверждение, самое главное, архивными документами. Мы сохраняем то, что мы получили на сегодняшний день. Уникальная экспозиция музея «Пол». Со всего здания удалось сохранить лишь маленький участок паркета и именно таким он был в начале 20 века. До реставрационных работ пол был покрыт слоями линолеума и досок, но именно эта многослойность и позволила сохранить первозданность покрытия. Обновленное здание, новые экспонаты, коллекция музея пополнится новыми предметами. Среди них полотенца Габбулы Тукая, чернильница и пиала. В отличие от других музеев Тукая, мы будем рассказывать больше о казанском периоде его жизни и, как я уже сказала, о его героях, о его предметном мире произведения. Дверь распахнет музей уже осенью, также в новом сезоне. Здесь планируется проводить творческие и тематические вечера памяти поэта. Алина Бережна, Андрес, Антальцев, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас спорт и прогноз погоды. До встречи в 21.30. Мы молоды и амбициозны. Мы шаг за шагом идем к своей цели. И победа не чуждая для нас слова. Казань Орк Синтез. Побеждаем в спорте. Побеждаем в труде. Всероссийский турнир по самбо памяти Накипа Мадьярова. 7 и 8 апреля в спорткомплексе «Олимпийц». Автомобиль «Лада» с выгодой до 150 тысяч рублей? Это реально! Только в апреле «Канавто» на Мусина увеличил выгоды на автомобили «Лада». Действует государственная программа «Канавто». Мусина 37. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Кузляр». Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие казанского цирка. Зажигательные цирковые программы «Фиеста». К мечте ближе, цены ниже. Новые дома, стартовые цены. ЖК «Южный парк». 526-55-55. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за «ТАК». Узнай подробности по телефону. 4 пятерки, 3 семерки. Только в апреле в аквапарке «Ривьера» сезон выгодных цен и сладких подарков. Отдохнуть и подлечиться. Конечно, санаторий «Крутушка» до 31 мая дарит скидку 35%. Санаторий «Крутушка» с заботой о вас. 202-30-33. Искать дальше? Себе дороже. Если не «Сан», то в «Марке». В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани. 4 пятерки, 3 единицы. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазга Фиатов. Чем ближе в финал, тем сложнее даются поединки. Хоккеистам «Акбарса» и «Трактора» в третьем матче понадобился овертайм. Основное время игры завершилось со счетом 1-1. Обе шайбы были заброшены во втором периоде. На трудовой гол Александра Свитова точным броском ответил Иван Вишневский. Дальше команды не забивали. Только на старте овертайма Василий так рано смог принести «Акбарсу» заветную победу. Счет в серии таким образом стал 3-0 в пользу казанцев. И теперь каждый следующий матч для «Трактора» может стать последним. Четвертая игра пройдет завтра в 17.00. Прямые трансляции на наших телеканалах. Ну, третий период я не могу сказать, что мы достаточно много атаковали. К сожалению, допустили. Там ряд ошибок это было. Это всегда бывает. И поэтому я могу сказать, что ребята играли хорошо и правильно до конца. От казанских спортивных залов к Олимпийским играм. Во дворце единоборств завершился открытый чемпионат города по карате среди юношей. Более 200 участников из столицы республики Набережно-Челнов и Камск-Восте вели борьбу за выход на первенство страны. В 2020 году карате будет представлен в программе Олимпийских игр в Японии. Эти ребята, конечно, пока молоды для международных стартов, но перспективы на следующие игры имеются. Победители чемпионата Казани представят наш регион на российском первенстве. Он, кстати, в этом году пройдет в Казани в конце апреля. Фаворит точно назвать нельзя. У всех шансы одинаковые. Но мы надеемся, самое главное, на честные поединки и победить сильнейшим. И в завершение новости дзюдо. Татарстанские борцы и воспитанники Казанского училища Олимпийского резерва Данил и Глеб Шишкины стали призерами Кубка Европы. Турнир по дзюдо среди спортсменов до 18 лет завершился в Туле. Данил Шишкин весит до 73 килограммов, завоевал бронзовую медаль. Глеб Шишкин весит до 81 килограмма, получил серебро. В соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов из Аргентины, Эстонии, Австралии и десятка других стран. Тульский кубок, наряду с аналогичными состязаниями в крупных городах Европы, является отборочным стартом для формирования юношеских сборных европейских стран. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой. По вашим размерам Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте сказать в апреле со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике по-прежнему пасмурно, но осадки не ожидаются. Температурный фон существенно не изменится. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана облачная погода сохранится. Температура воздуха составит плюс 3 градуса. На северо-востоке будет пасмурно. Там будет до 4 градусов выше 0. На севере республики облачно. Температура воздуха местами составит от 2 до 5 градусов тепла. На северо-западе облачно, без осадков и до плюс 3 градусов. На юго-западе ожидается переменная облачность и до 5 градусов тепла. В центральном районе Татарстана пасмурно и плюс 4 градуса. В последующие сутки в республике будет солнечно. Осадки не ожидаются. В Казани будет пасмурно, но без осадков и до 5 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Атмосферное давление повышенное. Составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Магнитное поле земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова